Еврозона В данную секунду Оно просто подавляется Потому что Это Введены войска Это ярко выражено Сепаратистское движение Видео, которое сейчас у меня перед глазами Это пустые улицы Это горящие помещения Здания Ни одного человека Идет полная зачистка Это настоящая военная масштабная операция И масштабная операция Она Для меня и для многих людей Она носит необъяснимый характер Жила-была Когда-то Где-то там, непонятно где Община Люди, аборигены Пока к ним не добрался Кук Я серьезно Это так оно и есть И крупный остров Потом архипелаг Запад, юго-запад Экономическая зона Австралии Граничит Север Вануату Юго-восток Фиджи То есть вы понимаете Как это далеко И Население 245 тысяч 245 тысяч Это перепись 2009 года Столица Город Нуме Денежная единица И вот здесь Вот уже все начинается Французский Тихоокеанский Франк Когда на карту смотришь Вот она Австралия А вот она Новая Каледония И не понимаешь Что там Французам нужно И когда Кук Открыл Открыл он В 1774 году Главный остров Архипелага Назвал он это Новой Каледонии В честь Античного названия Родины своих предков Шотландии Вот так это все звучит Красиво и романтично Красиво и романтично И вопрос Что там делают французы Вот что там делают французы Почему французы Имеют заморский Территориальный статус Франции Вот И Чем мне это интересно На сегодняшний день Мне это интересно С точки зрения Размотать вот этот Весь узелок Распутать С точки зрения И социальных сетей Что запущено в них С точки зрения Реакции французских властей С точки зрения Макрона И История острова Начинается Там нашли Первые остатки Черепки Керамические Которые оценили И прослеживаются До 7 века До нашей эры А вообще-то Остров был заселен Три с половиной Тысячи Лет Назад И Все это Знать как Прочитали По остаткам керамики Замечательно Я думаю Эти знания Такие Ну Можно прочитать В интернете Не самое что Интересное Потому что Франция Направила Свои войска Для погашения Сепаратистских Восстаний В настроении И там Введен Комендантский Час В Новой Каледонии То есть Понимаете Где Франция А где Новая Каледония И Комендантский Час Введен Французские Силы Отчитываются О том Что они Взяли Под контроль Дорогу Соединяющую Столицу Новой Каледонии С международным Аэропортом Вдумайтесь Ну На видео На фото У нас Присутствует Достаточно Много Элементов Знаете Как Последствий Уличных Боев То что Я видел Это машины Внедорожники Которые Стоят Ну Как Знаете Как Дикий Запад Развернули Повозку Где-то там Скачут Индейцы А здесь Вот За повозкой С длинными Ружьями Какие-то Миссионеры Иногда Люди Там В синей форме Гражданская Война США Вот ощущение Вот такое То есть Развернули Машины Из машин Сделали Баррикады И стоит Уже До зубов Вооруженная Французская Армия Но тем не менее Вот они Взяли под контроль Высадка Десанта То есть Настоящие Штормовые Бригады Отправлены Туда это не жандармения Полиция Туда отправили Тех Кого хотели И здесь Внимание Дорогие Радиослушатели Я сейчас С точки зрения Того что я видел Ухожу сразу В мир конспирологии Мне это безумно нравится Когда нету Никаких доказательств Но как-то Оно напрашивается Вот эта вот фраза Что там бабки говорят Бабки ничего не говорят Что там интернет говорит И те кто должны были По словам Макрона Воевать на Украине Если не дай бог Россия Будет иметь успех В своем наступлении Мы привыкли погибать И без НАТО Это слова Макрона Вдумайтесь Вдумайтесь Макрошка Говорил России Что если вы будете иметь Какой-то успех На поле боя То Я веду войска На Украину И теперь весь интернет Заполнен Что войска Которые должны были Вести на Украину Ввели В Каледонию В Новую Каледонию Насчет сепаратистов Если бы просто там было восстание Сепаратистов Это не первое восстание Абсолютно не первое восстание Такие восстания уже были Чем интересны предыдущие восстания Значит Где появляются французы Дорогие радиослушатели Вот кто имел отношение С французами по бизнесу Я понимаю Что можно вздыхать Ах Мона Лиза Ах Лувер Если вы видите Огромное количество Фотоаппаратов Людей с узкими глазами Значит там 100% Мона Лиза Мне Эрмитаж Кажется всегда круче был Я понимаю Что нужно отличать Моне от маны Кто увлекается Инпрессионизмом А вот с точки зрения Не искусства С точки зрения Ах Натердам де Парис Сгорел А вот с точки зрения Реальности Полицейские во Франции Абсолютно жесткие Во Франции Люди ходят с автоматами Жандармерия По улице То есть Ты живешь Жизнью В которой ты этого не видишь А там это нормальность Это нормальность Что люди ходят В военной форме У них автоматы Это они так Демократию отстаивают Почему? Ну вроде как Нету такой страшной Зашкаливающей преступности Что нужно Демонстрировать Постоянно военное присутствие На улицах Франции Это вся Франция такая И Я много раз говорил Что во Франции Во Франции Существует Вот эта вот Внутренняя национальная гордость Которая размывается Колониальными Переселенцами Они все говорят По-французски Алжир В большом количестве Нелегалов Огромное количество Из Ливана Огромное количество людей И Полиция Она достаточно Агрессивно Жесткая всегда Может это Их уже рефлекс Какой-то Это их внутренняя проблема Но если вы пообщаетесь с французом А потом пообщаетесь с итальянцем Немцем Какого-то скандинава возьмете Вы узнаете для себя Что французы С точки зрения национализма Они нацюги Но в этом смысле Я не нацист А я в смысле вот националист Но на грани фола То все говорят в Европе Что хуже националистов Нету чем французы И Высокомерие французское Да его нет Они вроде как приятные Понимаете Явлова разошел И приятно посмотреть И в Дарсе Но тем не менее Я понимаю что богачи Ездят там на юг Франции Излюбленное место Климат Лавандовые поля Все это прекрасно Но с точки зрения власти Власть всегда безумно жестка К любым процессам Которые ей не нравятся И дело не в Макроне Это уже традиционно Во Франции сложилось И вот эта жесткость Понимаете Это во Франции У человека на лбу написано Пресса Что он работает в СМИ Что он журналист На груди у него написано тоже То есть он в каске И бронежилете Многие конечно лихачат И французские полицейские Просто так по приколу Резиновыми пулями Стреляли в журналистов Это Франция Это реальная Франция Просто чтобы никто не думал Что там кто-то миндальничает И какие-то Морализонские балеты Танцуют И то как себя вели французы В Африке Это абсолютный колониализм Приезжает значит Высадка французских бизнесменов Они на коротке договариваются С верхушками власти Коррупцию Это для них милое дело Но не забываем 50% например Сахаля Всех денег государств Которые там хранятся Они хранятся во французском банке Это все наследие колониальности Для Макрона Безумно больная точка Когда начинается Выдавливание Франции С тех мест Которые либо по современному Как Нигер был Колониализированный И это неоколониализм Либо как непосредственно Каледония Это безумно нервная реакция Притом вы знаете Я вот сейчас хочу заступиться за Макрона Дело в том Что не только Макрон так бы отреагировал Был бы Саркази Точно так же бы отреагировал То есть это сразу посылаются войска В войск Почему я вот описываю Французский современный дух Они себя считают высшей расой или нет И когда ты это публично спрашиваешь Ну провокационный вопрос И психануть могут Но когда ты общаешься с европейцами То никто тебе сегодня не скажет Ну кроме за исключением Там некоторых немецких представителей Что немцы в глобальном смысле слова Из себя изображают высшую расу Те кто сталкивались с французами Зачастую об этом говорят Говорят что французская манера поведения Она очень высокомерна И в этом высокомерии В французском Я скажу Я могу и подтверждать И отрицать Я прячусь сейчас за тем Что это говорят в Европе Французы которых я лично знаю Они делятся на три категории Лапочки Душки Которые ничем от нас не отличаются Любят Россию Любят Москву Вторые французы Отвратительные существа Полностью мерзкие Высокомерные Реально колонизаторы И третьи Это те Которым все это по барабану Вот Я других категорий французов не встречал Понятно что люди разные Есть и люди Которым Вообще все Все равно И политика не интересуется Но я к чему Вот такой вот Создаю портрет француза С одной стороны Агрессивный Высокомерный Особенно если он С автоматом И особенно если он В погонах Да не относятся они К новоклядонийцам К народу Которые там проживают Не относятся они К ним на равных Это обвинение Которое присутствует И войска Которые туда послали Вот Как заходишь в интернет Так сразу О это войска Которые должны были Послать на Украину Как Россия хитро играет Смотрите как Россия делает Поджигает сепаратизм Ну блин На варе шапка горит И в этом отношении Вдруг выясняется Подноготное Очень интересное Оказывается Некоторое время назад И когда начинаешь Об этом думать И рассуждать То ты уходишь Действительно В дебри геополитики То есть там сейчас Сепаратистки Бунт гасятся Почему вообще Калейдо неинтересно Дорогие радиослушатели Ну знаете Просто Фраза Всем все объясняет Значит С конца 19 века Начата добыча Минеральных ресурсов Перечисляю Никель Кобальт Хром Желез Марганец Золото Свинец И другие То есть Какая может быть Независимость народу О чем можно говорить С точки зрения Чтобы Франция Отказалась от своей колонии Где Франция А где Новая Каледония Какое самоопределение Народов А где Новая Каледония Продолжение следует...